Сегодня в Востоке многолюдно проходит интересная акция «Большой шаг». Представители Австралии, Бразилии, Европы тут будет новое арт-искусство показывать. Пройдем, посмотрим, что там происходит. Вон, даже автобусы съехали, где большие. Народы со всей страны приехали. Международный проект «Гигантские шаги». В программе фестиваля, посмотрим, что. Детские прошадки, поэтические гостиные, выставки, пронеры, концерты, лекции, мастер-классы. Зеленый кинозал, экскурсионные программы. Вот такое мероприятие сегодня. Я более всего люблю мир и отечество и поэзию. Ну что ж, пойдем посмотрим, что сегодня у нас мероприятия будут. Гигантские шаги. Аллеи тихие, спокойные, сказочные герои везде ходят. Пищина, спокойствие, зелень, запах природы. Такая усадьба тючего. Скамеечки стоят в тенистых углах. Народа очень много. Туристы со всей страны. Пищина, спокойствие, спокойствие. Пищина, 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 спокойствие. 215 лет в этом году была викторина многолюдно сегодня вот индейцы даже есть вот 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 Встреча с Крымом, ветеран проектных организаций города Брянск, член Совета Брянского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры Евгения Семеновна Ильченко. Уважаемые гости, приглашаем вас на публичную лекцию. Евгения Семеновна, вам слово. Прошу. Кафе под открытым небом. Я вас приветствую на нашем прекрасном фестивале. Наша Брянщина славится огромным количеством дворянских усадьев. К сожалению, они находятся многие в руинированном состоянии. И только, пожалуй, овстук у нас в таком прекрасном виде. Мы тут всегда собираемся. Тут такая энергетика замечательная. Сегодня я расскажу вам не только об усадьбах, нескольких, трех усадьбах, но и их архитекторе. Архитекторе, который проектировал эти усадьбы. Телевидение, видимо. Ники цветут. Дети, дети, подожди, родители. И сбор у нас будет у нашего приема. У нас только возможность участвовать в этом мероприятии. Будет очень интересно. Будет ходить по станции по всем паркам. И как раз наши поломощницы, наши дожди, мы не доходим. Это так. Вам не приходится. Это наши. Ложите. Так, девчонки, смотрите, сжигаем наше время. Собаки, птицы. Парзаны, павлины. Парзаны, какие, королевские. Парзаны, какие, королевские. И очень много успел построить в своей стране. И очень много на творчестве, на учении Палладио. Палладио – это архитектор эпохи Возрождения. Он очень много уделял классической архитектуре и относился к зданиям. Как красивому человеческому телу. Считая, что не должно быть никаких цветов, лишних деталей и так далее. В отличие от стиля барокко. Вот это и есть Палладианцы. В Лондоне. Так вот, Джаком Коваренке был последователем… В Рио-де-Жанейро. Палладио. В России. Давайте мы все-таки найдем картинки, потому что непонятно там. Нет, это все конец, до конца. Начало надо. Нью-Йорк. Начало, вот первая картинка, после нее. Так, это… Вот. Так, стоп. Швейцарский художник из кубки Вин Вауэльц. Начальник проекта «Ганские шаги». Особая инсталляция в праздении искусства до того, чтобы существовать путешествие любой национальной культуры по всему миру. 79-го года Екатерина II приглашает Джака Маккваренке в Россию. Прага. И заключает с ним договор, контракт на три года. А остался он в России на 37 лет. Практически всю свою жизнь он работал в России. Тут кафе под открытым небом. Мюнхенское кафе у нас тут. История этого здания сейчас – это больница скорой помощи имени Скрипасовского. Правда, испортили ансамбль этого дворца новым зданием, корпусом, который стоит за ним. Здесь он на фотографии не виден. На самом деле там современное такое железобетонное здание, совершенно неинтересная архитектура. Эта больница была построена грабом Шереме, Николаем Шереметьевым, в памяти его любимой жене, Просковье Жемчуговой, которая была крепостной актрисой, потом стала его женой. И после, когда она еще была жива, они задумались сделать больницу для бедных. Но продолжал он уже строительство этой больницы после ее смерти. Первоначально проект был разработан учеником Баженова, Леиз Воин Назарова. А варианты совершенно изменить, сделанных в таком паладианском стиле, он украшал центр Москвы. Вот построен как 1830 год. Мы проектируем два интересных дворца. Первый — это английский дворец. Как они безмолвно, как звезды в ночи, Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя, Другому как понять тебя, Поймет ли он, чем ты живешь. Мысли заеченные есть ложь, Взрывая, возмутишь ключи, Питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей, Есть целый мир в душе твоей, Таинственно волшебных дум. Их оглушит наружный шум, Дневные разгонят лучи, Внимая их пенью И молчи. Спасибо. Вот это выступление, Которое вы сейчас все наблюдали, Как ни что другое, Еще раз подтверждает, Ну, наверное, глобальный характер Поэзии Тючевой. Тючева на всех континентах, На любых языках. Идет подготовка, Музыку можно отключить, Мы не все подготовили, Но вместе с тем, Действие будет, Как я уже повторяю, На поляне, Есть необходимость Поменять свои позиции, Чтобы было все удобно И более радо Наступление пройдет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Гигантские шаги надо будет 1-2 Вон памятник Тючу Прут дальше Спасибо. Спасибо. Тут гигантские шаги будут делать. Вот новая инсталляция, небольшой мостик и скамейка. Там лебедь сидит. Вот какой красавец. Гуля-гуля-гуля, с ними его близко. Отдыхает на берегу. Хороший, красивый. Какой симпатичный. Хвостом лапчатый. Сейчас пойдем к беседке. Там целое вон утиное царство. Подойдем поближе. Вот тут скамеечка новая сидеть в тени дуба. Домики лебедей и уток. Они там живут, ночуют. Видите, какие красивые. Домики лебедей и уток. Они там живут, ночуют. Видите, какие красивые. Убилеры или м nói на скаме. В тени cause. Почтались. Почтались. Видите, какие красивые. Здесь они с кладами. Их машины в тени. Убилеры. В шага. Кладовье. Убилеры. Тица с тропиней. Домики лебедей. Групплак. Улыбайся тебя фоткою. Гусята, у берега лебедей серая гусята, лебедята серая. Гусята, лебеда, лебеда, лебеда. Гусята, лебеда, лебеда. Гусята, лебеда, лебеда. Зажиравшиеся не едят, только руки щиплют. Мясо хочется. Гусята, лебеда, 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 лебеда. Гусята, лебеда, лебеда. Гусята, лебеда, лебеда. Гусята, 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 лебеда. ПЕСНЯ 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 Нас всех, собравшихся на общий праздник снова, учила нынче нас евангельское слово своей священной простоте. Не утаится град от зрения людского, стоя на горней высоте. ПЕСНЯ Стоим мы слепо пред судьбою, не нам сорвать с нее покров. Я не свое тебе открою, но бред пророческий духов. ПЕСНЯ ПЕСНЯ